Приветствую народ! 16 августа все подписчики платной услуги PlayStation Plus и в частности тарифных планов Extra, Luxe, он же Deluxe и Premium получат целых 12 игр в свою библиотеку. Смею предположить, что все 12 игр, которые войдут в августовское обновление, имеют постоянный характер, ибо примечаний к ним нет. По всей видимости, Sony решили добить нас серии Yakutsa и очередные 3 игры пополняют библиотеку. Если быть точнее, Yakutsa Zero, Yakutsa Kiwami и Yakutsa Kiwami 2. Изначально игра позиционирует себя как приключенческий боевик в открытом мире. Собственно, события разворачиваются вокруг криминальной группировки, которая действует на территории Японии с одноименным названием Yakutsa. Все три раздаваемых части являются неким переизданием из предыдущих версий консоли PlayStation, а конкретней Zero из PlayStation 3 и Kiwami первая и вторая часть из PlayStation 2. Следующий представитель из раздаваемой линейки – Метро Исход. Как по мне, немного субъективно, конечно же, но лучшая игра из сегодняшнего обновления. Метро – превосходный сюжетный шутан от первого лица, события которого разворачивается в постапокалиптическом будущем после ядерной войны. Сюжет является логическим продолжением предыдущих двух частей с главным героем Артемом, который отправляется в путешествие на поезде Аврора на поиски пригодной для жизни территории. На пути к цели протагонисту предстоит сражаться с ордами мутантов, с бандитскими группировками, а также невидимым врагом радиации. Хотелось бы отметить, в относительно недавнем времени игра получила апдейт для PlayStation 5, соответственно, игра работает в немного улучшенной производительности и также с улучшенным визуалом. Следующий проект, который войдет в библиотеку – небольшой, но уж активно поддерживаемый, кооперативный хоррор Dead by Daylight. Если меня не подводит память, то геймплей сосредоточен исключительно на мультиплеере. Четыре более уязвимых врага против одного могущего супер-босса. Конечно же, все находятся под управлением реальных игроков. Четыре компаньона должны действовать максимально слаженно и лаконично, для того, чтобы обвести вокруг пальца и выбраться с ловушки у супер-злодея, который также находится под управлением реального игрока. В целом, игруха прикольная, но опять же, если в вашем списке предпочтений нет кооперативов, значит мимо. Еще до официального анонса от проверенного инсайдера с Dead Lab стало известно, что в августе пополнит библиотеку Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands еще один кооператив, только в жанре тактического шутера. В отличие от предыдущих игр Ghost Recon, в Wildlands имеется огромный открытый мир, в котором используется перспектива третьего лица с опциональным видом от первого, когда необходимо прицелиться в мушку. Игроку дается возможность играть за члены отряда Ghost, вымышленная элитная группировка для специальных операций армии Соединенных Штатов Америки. Как я ранее говорил, в игре используется кооперативный многопользовательский режим, в отряде до четырех человек можно исследовать мир и завершать миссии компании. Но также стоит отметить, что доступен и однопользовательский режим, в ходе которого можно сопровождаться тремя напарниками, управляемыми искусственным интеллектом, которым игрок может отдавать приказы, исходя из ситуации в бою. Следующий, я бы его даже назвал диамант из всего списка, Bugsnex. Ранее Bugsnex уже раздавался в обычной раздаче PlayStation Plus, поэтому скорее всего у большей части геймеров она есть, либо же хотя бы они в нее играли. Но все же, если вы не знаете, с чем вам предстоит столкнуться, то это превосходный, не побоюсь этого слова, квест, и если верить комментариям в моем телеграм-канале, то и в принципе не сложная платина. Игруха, которую я бы хотел выделить, космический симулятор, в процессе которого предстоит бороздить просторами космоса, Евроспейс. Геймплей сосредоточен на космических баталиях, сборе ресурсов, а также имеется какой-никакой, но сюжет. Не знаю, может уж больно сильно я повернут на космической тематике, но мне игруха пригляделась, и однозначно рекомендую также вам ее загружать, и пробовать, что она из себя представляет. Ролевой экшен в классическом японском исполнении Trials of Mana. Геймплей уж больно напоминает всем известную серию Final Fantasy, только выполнил Trials of Mana в таком немного рисованном мультяшном стиле. Меня уж гложут большие сомнения, что хоть кто-то ее загрузит на свою консоль, чтобы поиграть, так как у нее имеется отличный порт для Android и iOS-устройств, и согласитесь, играть в Trials of Mana, имея там огромную библиотеку Extra, Deluxe или же Premium, это просто преступление. Но в то же время поиграть, к примеру, в дороге на телефоне, либо же планшете, в принципе, неплохо. Далее в списке пополнений две игры из серии Monopoly от компании Ubisoft, а конкретней Monopoly Madness и Monopoly Plus. Концепт классической настольной Monopoly только выполнен в реальном времени, где игроки ходят по игровому полю и собирают определенные ресурсы, нищички для того, чтобы выкупать недвижимость, предприятие и далее выбивать своих противников. Скажем так, я бы это назвал Monopoly из мира королевских битв. Заключительная двенадцатая игра в предстоящем обновлении – Uno. Обычная карточная игра, представленная в виде видеоигры. Собственно, доступен обычный сингл-пэйер режим, и безусловно, как и в любой другой карточной игре, интересно играть живыми соперниками, поэтому присутствует мультиплеерный режим. Как по мне, так Uno попала в список исключительно для количественного характера, но, как говорится, и на том спасибо. Дорогие друзья, если вам понравился небольшой обзор, то обязательно поддержите его лайком, и не забудьте о красной кнопке подписки на мой канал. Всем до скорого, пока!